здорово ну чё здорово ребята приехали сами нам машины посмотреть в том году уже здесь были немножко снимали я буду сразу наверно так идти у нас тут в нашем парке и ну сегодня у нас что-то особенное мы сегодня встречаемся второй ухты старая какая бешечка сегодня мы встречаемся с нашим с моим бывшим рабочим с германии он у нас уже в гостях был а сегодня мы с ним здесь хотим встретиться он сейчас как раз в канаде в гостях вот и еще пока в нашем городе они по канаде катаются ребята вот видите я встретил своего чувака нам даже говорят мы похожи манька на закрепить да это мой первый гость с германии приехал в канаду и был у нас гостях один же пообщаться немножко погулять и может я его спрошу о его впечатлениях в канаде я только подошел знаете он не сразу говорит вот же говорит твоя тема я груда мне мой сын тоже сказал уже почти можно с нашей машины сюда заезжать а вау офигенные да зитов гайло сюда а это швей да ребят немножко погуляем немножко посмотрим немножко пообщаемся а я я и за кирос из шон гайло за крисов и цель виск надо in 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 seen seen wird он gesagt damit и das его setzen kann виск надо фиде дай не вывели они беседе 2 2 1 1 1 2 на буду вас я фрюошем агене альсу крисовая хочу сказать у него здесь родственники в манитобе живут но я вот сейчас прошу спросил как ему сейчас нравится в канаде манала вайзе и я не я видят звук на фолзе я его спросил типа скажи в десяти словах как тебе здесь нравится и вот он сказал по идее я даже не хочу больше уезжать отсюда крисов и семьи дизем коллег до крисов приехал с этим парень это твой дядя да и они короче говорят что блин даже отсюда не хотят уезжать азу где гефельте аукья да ребятам очень нравится в канаде они уже правда проехали тоже немало и филькируми то затеет шуми фан 2 с половиной тысячи километров уже проехали сами не зать лов меня не видно две с половиной тысячи уже накатали по канаде так ребят сегодня у меня видос такой немножко мне надо переключаться с русского на немецкий а крысов говорит да мне не вообще не вопрос я могу и на английском разговаривать я верну толку то тебе все равно не будут понимать поэтому немножко придется мне это самое то дым-сюдым прыгать с одного языка на другой до махины конечно стоят ништяк что сынок смотрите какой номер аймнатова улосин сон я скидинг рог ребята но я пройти не пройти мимо ну просто невозможно ты посмотреть что это такое тоже просто это сумасшествие какое-то аль яй 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 вот эта красота ума юма ю он какой внутри сына ты посмотри он новый внутри кубки даст маль а на куб мой лентинги das aufgebaut из альта швей папа с галис кен сайт папина машина вау да круто так крисов листу noch инфа за него канада вольт или венфраг а я я даже вам не сказал он с германии ли я сказал даже уже теперь не помню мы работали на одной фирме с ним и уже мы там всегда общались на эту тему и он говорил когда ты уедешь в канаду я приеду к тебе в гости но сам он здесь тоже частенько бывает как бы раз там в пять лет приезжает вот но теперь приехал даже вот можно так сказать ко мне в гости очень здорово вас рису динок и бакана на займ вас бесса канада удовольствием что лучше канада или германия канада варом почему 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 2 есть измах войны и дайте ленин я здесь умой но мы едут фанакова фазу машин не ведь вас он сару я бы что он ворусе на северный дождь он кейс дамбрис с маккн с комбай я Так, ребята, мне даже это все перевести я не смогу. Ну, короче, ну, конечно, смогу. Говорит, что как с его стороны выглядит намного все, намного, намного все легче и проще, и просто люди, люди живут. Люди просто живут. Ну, да, стурей. Да, стурей. Я ее, смотри, смотри. Шой, сынок, шой. Какая тебе нравится? Та синяя? Да благо. Это старая прелудка, а вот Саймон сказал, что благо. Это новый севик, да? Купла. При всем вот этом чуде, что здесь стоит, ребята, вы посмотрите, какая. Смотрите, да, Смолян, у вас есть да, Сибагов? Вы посмотрите, здесь, ну, тут просто сумасшествие какое-то. Тут такие махины, это просто офигеть надо. Такое я еще никогда не видел. Ну, не знаю, вот эти вот, вот эти вот даже здесь как-то они, их даже незаметно, но хотя, смотрите, какие красивые. Да, ништяк. М5. Следующий год мне уже можно на моей сюда приезжать. Как у вас это феррайф, над? М5. Да, это м5. Шальтер, да, это м5. Да. Ну, вот эта красивее, Саймон, вот твоя машина, которая тебе всегда нравится. Lamborghini Gallardo. Ох, какая лялька. Эх, какая тачка. Найс. Красивая, да, сынок? А? Ну-ка, откуда она? Gallardo. Откуда она? А, Следбриджа машина чья-то. 2009 года. Клаб Стрит Уилларс. Красавица. Прям вообще четкая. Классная, да, сына? Я, сейчас мы еще посмотрим. Я теперь что заметил, что они здесь пишут, с какого клуба они. Может, мне с моей Ауди тоже можно в какой-то клуб вступать? Бридж Сити. Клаб. Этого нету, этот не в клубе. У них тут некоторые клубы есть, значит? Блин, где тут клуб аудистов есть? Пока мы тут разговариваем, ходим, гуляем. О, фон Йезеншон виллевек, не? Да. Отсюда уже вон поуезжали тоже. Посмотрите, вот этого монстра. Капец. Раз, во, вверх. Бергерет? Да. Знаете, как-то на самом деле довольно прикольно так. Встретил в Канаде человека, с которым раньше работал в Германии. Ко мне в гости тоже приезжал домой. Сидели у меня, общались, кушали, барбекю делали. Разговаривали. Да. Довольно прикольно. Теперь как-то... Да. Первый мой гость. В Канаде, из Германии. Я бы gerade сказал, что я думал, что это без урбист, а из Германии. Да. Потому что они все не хотят. Да, да. Он говорит, потому что больше никто к тебе не хочет приезжать. Умей, да, сынок? Мужик сидит на лавочке, рисует. Верхи с Мальти, да? А, один, 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 один. Один, один. Смотрите, как красиво рисует. Ага, окей. Ага, окей. Практик-практик-практик-практик. Здесь что? Что ты говоришь? Практик-практик. У нас Саймин же тоже любит рисовать. А он ему говорит, надо всегда тренироваться, тренироваться и тренироваться. Ну вот, такого я не ожидал здесь тоже увидеть. Форт Мондео. Кристоф, damit habe ich nicht gerechnet zu sehen. Ein Ford Мондео. Да, вот это он рисовал. Den hatte ich gezeigt, ne? Ja, diesen nicht. Но уже многие собираются домой постепенно. Люди разъезжаются. Некоторые заводят свои тачки, что просто думаешь. Йо-моё. Выхлопные трубы так орут. Вот он сами. Смотри, какой он красивый. Кому видят Фе от Киа, де? Здесь действительно красиво. Красавица, блин. Скайлайн такой. Мощно. Фастин и фьюриус, да? Красивая, красивая машинка. Да, друзья, видите, как у меня сегодня такая вот прогулочка. Йо-моё. Со всех сторон эти выхлопы такие сумасшедшие. Видали, ребят, на чем делают бизнес? Просто на льду. Лед набрал. И все. Вот так, лед продает. Лед в стакане. Налил себе немножко какого-то там ягоды или что, кто хочет. И все. Вау, здесь какое старое здание у нас стоит. Я даже его не видел никогда. А что с ним оно здесь? Ремонтироваться будет или что? Что-то забитое все. О, это огромный. Еле тащит фельду. Здоровый диск такой, алюминиевый. Да, вот такую машинку себе построили. И все, и продают лед. Из-за льда делают деньги. Все, набираете? Ой-ой-ой-ой-ой. Давай лед. Мах, мне, мне. Мах фун альм этого саммит. Да, ребята здесь вон так же самое продают всякие вещи. Уже многие разъезжаются. Уже в воскресенье три или четыре дня это все. Не, да, опять суббота-воскресенье шло это все дело. Гоустбастерс уезжает. Прикольно. О, тоже какая красавица. Короче, ребята, мы еще немножко застали. Как раз все выезжают отсюда. Вольвер дорогие я? Да. Вау. Все стоят, провожают выставку. Круто, сынок. Вчера мы еще раз встретились с Кристофом. Пообщались, погуляли. Потом еще они к нам подъехали. У нас посидели, поговорили. Больше я не снимал, как бы. Потому что, знаете, он-то все по-немецки. И переводить вот так вот это вот, как бы, занимает долгое время. Ну, разговаривали про Канаду, да? О Канаде. Так как вам интересна Канада, поэтому вы смотрите мой канал. И, да, его впечатления. На самом деле ему... Он здесь не первый раз, скажем так, да? Он каждые там 4-5 лет приезжает в Канаду. У него родственники. У него бабушка еще в Канаде живет. Вот. Его вся семья не из Канады, да? Когда-то его отец переехал в Германию. Вот. И... Да, и он уже родился в Германии и так далее. Вот. А сюда приезжает. Поэтому о Канаде он уже много знает. И его впечатления в этот раз были такие, что... Он, скажем так, очень сильно удивился. Он первый раз был в городе Ванкувере, в Британской Колумбии. И он очень сильно удивился, как... Какая разница в ценах, да? Вот как бы об этом он рассказывал, что на самом деле просто сумасшедшие цены. На все, можно так сказать, да? Вот. И... Говорил, что очень красиво Британская Колумбия. Дорога туда была очень крутая. И проехали они уже немало тысяч километров даже там. Я теперь уже не помню, он же говорил. Или я даже вроде уже вам в начале видео говорил об этом. Но... Он как бы... Да. Приехал, погостил, посмотрел. Уехал с сумасшедшими опять впечатлениями. И он говорит, каждый раз говорит, оно такое ощущение, что... Ну, говорит. Приезжая сюда, задаю себе вопрос. Почему я здесь не живу, да? И... Он приехал сюда этот раз со своим, можно так сказать... От своей двоюродной сестры, бывшим мужем. Вот. И они здесь погостили. Он... Этот мужик здесь был первый раз. И говорит, что... Блин. Мне, говорит, сейчас уже нелегко переехать в Канаду. Так как, говорит, я уже в возрасте. Но, говорит. Почему? Говорит, он мне раньше с собой не брал. И это самое, да? Что, типа... Очень-очень сильно понравилось. Им понравилось, в принципе, все. Единственное, я им рассказывал о том, что здесь напряг с отпуском и так далее, да? А они такие... Блин, это стрёмно. Они говорят, сейчас приедем домой. Сначала можно взять бюллетень. Еще посидеть недельки-две дома. А потом уже постепенно выходить на работу, да? Ну, что в Германии вполне нормально, потому что позволяет закон, да? Вот. И поэтому мы тоже как бы не так сильно много провели вместе время. У меня работа, отпуска сейчас еще нет. У меня отпуск только через две недели начинается. Вот. И... Виделись только вот два дня. Один раз они приходили. Четко мы барбекю делали. Угостили их, посидели, пообщались. Ну, а в общем, вот так вот как-то, ребята. Канада мужикам понравилась. Да, он сказал, что с последнего его визита, это вот было в то время, года четыре назад, что, говорит, мне стало сильно заметно. Очень много, во многих местах поднялись цены. Поднялись цены на топливо, на продукты и так далее, и тому подобное. И он рассказывал еще, да, вот давайте я вам еще расскажу такую историю. Он говорит, что ему не понравилось, когда его перелет был с Франкфурта. Да, с Франкфурта он вылетал в Ванкувер. И он говорит, блин, говорит, было очень много людей, говорит, абсолютно неадекватные, да. Он говорил, что были с Индией люди, и они ведут себя, говорит, просто как какие-то, говорит, как привидения какие-то, как, говорит, это просто какой-то, говорит, кошмар, какой-то ужас, да, говорит. Они по-английски не понимают, пробивают свои билеты, уже когда заходя в самолет. Оно у них не получается, они стараются, они перекидывают свою ручную кладь через эту калитку, знаете. Хотят перелезти туда, на них пограничники, давай кричать, давай, ну, там, стараться их под контроль взять. А они, говорит, их не слушают, говорит, короче, говорит, там несколько человек, прям просто они сказали, покиньте, пожалуйста, покиньте аэродром, аэропорт, аэродром, аэропорт, да, как там, вот. И они типа нет, и все, они их, короче, это, чуть ли не связали, и не пустили их в самолет. Вот, не пустили в самолет и выгнали из аэропорта, представляете, аэропорт, аэродром, аэропорт, да. И вот такие, говорит, люди, и так же самое, говорит, они, многие из них, говорит, их очень много было в Ванкувер, при перелете в Ванкувер, и, говорит, так же самое, говорит, они себя, говорит, странно ведут их в самолете. Они, говорит, даже вообще, они не хотят даже ни с кем разговаривать, никого слушать, у них же там свои идут эти касты, да, и, видимо, если он считает себя каким-то там высоким, то, то все, он даже не будет с тобой разговаривать, понимаете. И, говорит, это, говорит, я первый раз такое заметил, говорит, при всех перелетах, которые, говорит, я делал в Канаду, поведение вот этих людей. Он, говорит, и они же сюда приезжают, они, говорит, блин, ну кем, говорит, они будут работать, говорит, неизвестно. И, ну, как бы, знаешь, знаете, что, не знаешь, а знаете, что, как бы, ему это было неприятно, я себе могу представить, потому что они, на самом деле, есть такие, да, что, вот, как бы, такие, такое ощущение, что о себе, как бы, высокого мнения, да, на самом деле, блин, приезжают из страны, где с одной реки и пьют, и стирают, и что такое туда не делают, да, ну, есть там такие места. Поэтому, как бы, вот это ему сильно было заметно, что и в Ванкувере, как бы, вот, не очень с этим всем делом. И, говорит, очень много бомжей в Ванкувере. Там несколько есть районов, которые правительство города прямо дало этим ребятам, и там, говорит, они, блин, столько наркоманов, столько бомжей, говорит, это просто, говорит, говорит, тут, говорит, с этой стороны такая красотища, говорит, ты поворачиваешься здесь, говорит, бомжатина, да. Их так много, говорит. Говорит, они тратят на это такие деньги, что, в принципе, правительство Канады тратит на этих людей столько денег, что, в принципе, каждый из них мог бы жить в своей квартире, да, и не работая, и они будут их содержать. Это просто капец. Вот, такая вот история, такая вот, такая встреча. Первый гость с Германией был у нас, наконец-то кто-то приехал. Было здорово, было приятно пообщаться. И сейчас ребята еще поехали в Манитобу, вот, и там через пару дней они возвращаются назад в Германию. Вот, спасибо, ребят, за внимание. Спасибо, что посмотрели, спасибо, что прокомментировали, задали вопрос, поставили лайк. Это, как бы, мне очень приятно и мотивирует для вас пилить новые видосы. Но у меня перекур, сейчас надо идти уже опять на работу. Как-то так, на улице жарищи, просто капец. У нас, ребята, лето. Все, ребят, привет из Канады и до следующего видоса. Всем пока.